ДИСКЛЕЙМЕР Визит Владимира Путина в Турцию прошел ровно так, как мы и предполагали. По экономике договорились, по Сирии нет. Как по заказу, к этому визиту мир вновь начали пугать химическим оружием Башара Асада. Сначала Пентагон раскрыл страшную правду о том, что отравляющие газы готовы к применению и должны быть использованы в течение срока годности, то есть не позднее двух месяцев. Если вы допустите трагическую ошибку и используете это оружие, последствия неизбежны. Вам придется за это ответить. Совершенно точно. Будут последствия. Это станет последней каплей. Затем Великобритания, ссылаясь на данные разведки, подтвердила эту информацию. Режим Асада готов обрушить на повстанцев и мирных жителей химическую отраву. Зачем Асаду подписывать тем самым себе смертный приговор, никто разъяснить, как и прежде не потрудился. Зато цель информационной атаки была достигнута. Путин вновь был выставлен в глазах западной общественности защитником кровожадного тирана. Однако, когда готовился выпуск, пришла информация о том, что сирийские повстанцы захватили химическую фабрику близ города Алеппо. Так что нагнетание истерии вокруг химоружия на этот раз может иметь серьезные последствия. Мало кто заметил, но пока мир пугали химоружием Асада, США без лишнего шума, в прямом смысле этого слова, провели очередные подземные ядерные испытания. Взрыв произошел на полигоне в штате Невада. Это уже 27-й субкритический эксперимент, последний из которых был проведен в феврале 2011 года. Что любопытно, Вашингтон не пускает международных наблюдателей на такие мероприятия с конца 90-х годов. Вот и теперь все прошло без свидетелей. Правда, чтобы успокоить мировое сообщество, было представлено видео с места взрыва и краткий пресс-релиз. В нем заявлено, что испытания проведены исключительно для обеспечения безопасности хранения ядерных боеголовок. Первым отреагировал Иран, известный любитель подначить звездно-полосатых. Эксперимент доказывает, что Вашингтон все еще проводит политику, основывающуюся на использовании оружия массового поражения и игнорировании международных призывов к ядерному разоружению, говорится в сообщении иранского МИДа. Затем возмутились японцы. Мэр Хиросимы Кацуми Мацуи поинтересовался, почему администрация Обамы провела эти тесты, несмотря на заверения в том, что стремится к безъядерному миру. Кто-кто, а японцы знают цену американскому миролюбию. В августе 1945 года президент Трумэн, не моргнув глазом, обрек на гибель в ядерном Бекле сотни тысяч мирных жителей японских городов. Да еще и хвалился при этом, что как добросердечный человек не стал сбрасывать атомную бомбу на столицу. Но это отступление. Гораздо больший интерес представляет движение американских группировок в регионе на этой неделе. Авианосец США Дуайт Эйзенхаур пришел из Персидского залива через Суэцкий канал в Средиземное море и находится вблизи Сирийского побережья. На борту авианосца 70 истребителей-бомбардировщиков. Общее число моряков, летчиков и морских пехотинцев, находящихся на его борту, достигает 8 тысяч. В этом же районе сейчас находятся десантные корабли с 2,5 тысячами морпехов на борту. Пригнали сюда эту группировку явно не просто так. Прибытие Эйзенхаура вынудило Генштаб России отменить уход из Средиземноморья российских кораблей. Отряд кораблей Черноморского флота в составе ракетного крейсера «Москва», сторожевого корабля «Сметливый», двух больших десантных кораблей «Новочеркасск» и «Саратов», а также судов обеспечения, находятся в Эгейском море и ему запрещено покидать регион без распоряжения Генштаба. Следует признать, что Иран по троллингу не просто мастер, а специалист высочайшего уровня. Все мы помним историю с перехваченным американским беспилотником, продемонстрированным по иранскому телевидению. Тогда Пентагон долго отпирался. Мол, это иранская пропаганда, и мы ничего не теряли. А иранцы в ответ взяли и копировали сверхсекретный БПЛА в виде игрушечной модели. На прошедшей неделе ситуация повторилась с точности. Иранцы перехватили, надо думать не без помощи российского комплекса автобазы, еще один американский беспилотник. И вновь Пентагон ушел в глухую несознанку. Беспилотник не наш и вообще его придумала иранская пропаганда. Иранцы же продемонстрировали добычу по местному телевидению и посоветовали американцам пересчитать свои разведчики на предмет недостачи. Отрицание США легко понять. Аппараты были перехвачены в воздушном пространстве Ирана и занимались шпионажем. Кстати, незадолго до этого еще один американский беспилотник был обнаружен над Ираном. Но стражи Исламской революции не стали его сажать, а лишь прогнали прочь выстрелами из авиационных пушек. А вот еще один пример вопиющего поведения Ирана. Наблюдатели бьют тревогу. Иранские нефтяные танкеры посылают неправильные спутниковые сигналы, которые путают глобальную систему слежения. Суда то исчезают, то появляются в неожиданных местах, то идут нереальным маршрутом. По этой причине отследить их движение решительно невозможно. А значит и выдержать режим санкций в отношении Исламской республики. В общем, выражаясь современным языком, иранцы те ищут роли и порою складывается впечатление, что это занятие им, несомненно, доставляет. Египетская арабская весна спустя два года после свержения Мубарака и не думает прекращаться. Вроде бы тиран свержен, и на его место возведен современный и глобально мыслящий правитель, а порядка все нет и нет. Все так же по пятницам после молитвы толпы египтян разбивают друг другу лбы на знаменитой площади Тахрир. Все так же звучат призывы к захвату власти и демократическим переменам. Будто и впрямь витает над этим местом какое-то древнее проклятие, не дающее долгожданного мира тем, кто бросил в застенок престарелого фараона. Но правда жизни заключается в том, что смена правителя не решила многочисленных экономических проблем Египта. Топливо не стало дешевле, и за ним по-прежнему выстраиваются длинные очереди. Бедные старики не получили большей поддержки от государства, а само государство вынуждено наращивать внешний долг, соглашаясь на кабальные условия МВФ. Вдобавок ко всему, новый правитель, едва взойдя на трон, решил поменять конституцию, наделив себя безграничными полномочиями и вообще сделать страну шариатским государством. Этого египтяне уже стерпеть не смогли, и десятки тысяч людей, как и два года назад, вышли на улицы с кирпичами и булыжниками. Вновь вокруг президентского дворца встали танки. Вновь полиция пустила в ход слезоточивый газ. Вдобавок к этому запылали офисы братьев-мусульман по всей стране, и Египет забалансировал на грани новой революции. Президент Мурси включил заднюю и пошел на уступки оппозиции, но теперь народ требует его отставки. И неважно, кто придет на его место. Видно и впрямь, воздух здесь такой, что даже у самого глобально мыслящего правителя с первых дней властвования начинает играть кровь предков. Просыпаются диктаторские амбиции. Не дает миру спокойно встретить рождественские праздники и вот этот круглолицый паренек, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Причем, мир и тут уже привычно противоречит сам себе. С одной стороны, он уверяет, что корейская ядерная программа – это фейк, а с другой бросает на перехват корейской ракеты гигантские силы. Злочастная Инха-3 нацелилась в небо с космодрома Сахэ и даже уже заправлена топливом. Но хитролицый корейский прапор не спешит жать красную кнопку. Может бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Он с удовольствием наблюдает за тем, как вокруг суетятся капиталистические акулы. Японцы привели в полную боеготовность свою систему ПРО. Южные соседи выгнали два эсминца и готовят третий. Американцы расставили свои корабли для перехвата. И чем их так напугал корейский метеорологический спутник? Когда произойдет пуск, никто точно не знает, но вероятнее всего не позднее 22 декабря. Возможно, его приурочат к годовщине смерти Ким Чен Ира. 17 декабря. Возможно, чуть сдвинут из-за погодных условий. Если же это случится 21-го, то звание чемпионов по троллингу заслуженно перейдет от иранцев к северокорейцам. Если, конечно, найдутся те, кто произведет это награждение. 22 августа. Во второй половине дня верховный главнокомандующий корейской народной армии Ким Чен Ир прибывает в городах Волочаевской дивизии. Гостя тепло встречают командующий войсками Дальневосточного военного округа Якубов, его заместитель Кальмаков, командир дивизии Чичибатов и другие командиры военного округа и дивизии. Дальневосточного военного округа Якубов, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok